Приватизация – это передача государственного имущества в личную собственность безвозмездна. Она даёт право владельцу жильё продать, подарить, обменять на другое имущество, оставить в наследство или передать в залог для получения кредита. С неприватизированным имуществом таких действий совершать нельзя, им можно только пользоваться. Мы в том году распределяли жильё, в этом году планируем распределять жильё своим очередникам. Как раз оно будет предоставляться семьям по договорам социального найма. Вот нет никаких ограничений по сроку проживания. Граждане, получившие жильё, вправе сразу же использовать своё право на приватизацию. То есть они в одном кабинете заключают договор социального найма, и в этом же кабинете могут получить перечень документов, необходимые для приватизации. В среднем ежегодная администрация города передаёт 80 семьям жилые помещения в собственность по праву приватизации. Сейчас в городе около 1100 квартир остаются неприватизированными. Все, кто проживает в квартире по договору соц. найма, в том числе несовершеннолетние дети, могут стать собственниками этого жилья. Когда живёт в семье несколько поколений, зачастую люди просто не могут договориться о приватизации жилья. Если есть в семье хотя бы один несогласный, даже решением суда приватизировать жильё нельзя. Ну, это вот как бы такое маленькое отступление. Кто-то принципиально считает, что в этом нет необходимости. Потому что принимая время собственности, принимает и обязанности семья, когда получает в собственность жильё. Это и содержание, это и капремонт. Каждый гражданин имеет право на приватизацию государственного жилья один раз. В том случае, если ребёнок участвовал в приватизации в возрасте до 18 лет, то он имеет право приватизировать жильё после наступления совершеннолетия ещё раз. По процедуре приватизации она довольно-таки проста. Нет необходимости обращаться в риэлторские конторы. Необходимо просто прийти на консультацию к специалистам в управлении по жилищным вопросам. Они расскажут о документах, которые необходимо предоставить. И в течение двух месяцев после подачи документов будет издано постановление, если всё соответствует действительности, которое даст право семье заключить с нами договор о безвозмездной передаче жилья в собственность. Дополнительную информацию о процедуре приватизации можно получить по телефону 9-77-51.